Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. Ссылка на сайт вот здесь, вы уже знаете, да? Ну и красная кнопочка, если у вас под видео, то тоже жмите, подписывайтесь на канал. А мы сегодня будем говорить, а как же не дать себя использовать. Потому что ситуация, когда, ну, давайте честно, люди всегда хотят приспособиться так, чтобы меньше усилий делать, прилагать самим, а больше получить. И поэтому, что это получается? Получается, что если я отюзаю кого-то, использую в смысле, я сэкономлю свои силы, зато больше получу. И получается, у меня вроде как больше кайфа. А есть люди, которые специально привыкли только пользоваться другими и никак иначе. Это их жизненная философия. Но это неприятно, когда тебя используют. И давайте сегодня я дам вам замечательный рецепт, как сделать так, чтобы никого не возникало желания вас использовать. Меня зовут Алла Касаткина. Если вдруг вы еще не знакомы со мной, я психолог. Уже почти 20 лет я работаю с женщинами и помогаю им сделать свою жизнь лучше и счастливее. Что же делать? Люди, которые норовят вас использовать, они чем пользуются? Тем, что вы не умеете отказывать. Потому что отказ – это ваша позиция. Однозначная, бесповоротная. Но как они умудряются свернуть вас с той точки, когда вы уже вроде как собрались отказывать? Они знают ваши слабости. И если вы признаете, что человек, который хочет получить свое, всегда будет использовать все ваши слабые места, то ваша задача – эти места прикрыть. Возникает вопрос. У меня дофига этих слабых мест, и как я их буду все прикрывать? Очень просто. Есть одно волшебное слово, которое работает как щит на все ваши слабые места. Ну, во-первых, вы свои слабости знаете, да? Кого-то вы боитесь, от кого-то вы зависите и все тому подобное. Вы определяете для себя, на что вы готовы и на что вы не готовы. И как только вы для себя определили, на что вы не готовы, на каждую просьбу, где есть ваша неготовность это делать, вы отвечаете волшебное слово «нет». Вы ничего не объясняете, но вы однозначно занимаете свою позицию. Я это делать не буду. Я на это не согласна. То есть слово «нет» может звучать как-то по-другому, но смысл остается неизменным. «Нет». Да, человек, который хочет вас использовать, он будет давить дальше, интенсивнее, упорнее. Он будет пытаться с разных сторон подобраться, чтобы найти эту лазичку и заставить вас сделать то, чего ему хочется. Но ваше слово «нет» должно для вас быть как это, как воздушный шарик окружать вас со всех сторон. И тогда, пару раз тыркнувшись и получив отказ, человек пойдет, никто не будет ломиться, сломя голову, пробивать вашу стену из этого слова «нет» для того, чтобы вы сделали. Человек устроен так, что он всегда ищет легкий путь. Не получилось у вас, а если он привык жить за чужой счет, он пойдет искать эту возможность у других. То есть вам придется фактически выстоять один, два, максимум три раза. И потом в голове у того человека, который пытался действовать вашими руками, выгребать каштаны из огня, будет стоять пометка напротив вашего имени. Бесполезно. Чем это чревато для вас? Ну, как правило, вы точно знаете, на что вы согласны, на что вы не согласны, и вы отмеряете, где есть для вас опасность. Вы там уже для себя все решили, вы внутри себя все это знаете. Но когда вы обозначили эту границу, у вас тут же появилось больше свободного времени, больше уважения себе, больше возможности что-то сделать полезное для себя. И тогда вы понимаете, что это волшебное слово «нет». Оно не только защита, но и расширитель ваших возможностей. От всей души желаю вам почаще пользоваться этим простым и очень действенным инструментом. Если у вас есть вопросы, если у вас есть возражения, если у вас есть желание поспорить со мной, милости прошу в комментарии. Там мы с вами все это дело обсудим, и я готова услышать все ваши аргументы. А тем, кто для себя отметил это классные инструменты, я буду им пользоваться, тоже напишите, в каких ситуациях вы будете его принимать, и на какие результаты вы рассчитываете, что вы для себя сделаете в качестве альтернативы, полезного, применяя это слово «волшебное нет». С вами была Алла Касаткина, и до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok